Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о выращивании целей для садоводства и огородничества одноклеточных водорослей в домашних условиях. Несмотря на то, что многие блогеры говорят о том, что биопрепараты в домашних условиях вырастить невозможно, это неправда. Множество из них вполне легко поддаются культивированию дома. Это касается и водорослей. К одной из самых распространенных одноклеточных водорослей относятся... Ну, вот вообще зеленые водоросли очень часто используются в садоводстве и огородничестве, но к одной из наиболее часто используемых относятся хлорелла. Хлорелла производится в большом количестве в мире, благодаря тому, что она содержит значительное количество белка, витаминов, подходит для кормления сельскохозяйственных животных, а также используется в качестве, ну, таких биологически активных добавок к пище человека. В том числе, ее производят и для использования в огороде. Существует множество рекомендаций по ее использованию и описанию ее полезных свойств, и все они, в общем-то, вполне себе правдивы. Будучи растениями, одноклеточные зеленые водоросли обладают различными гормонами, в том числе растительными, которые также регулируют рост и развитие полезных огородных растений. В этой связи они обладают очень комплексным полезным воздействием, и отказываться от этого способа, обработки семян, обработки рассады, саженцев, растений, опрыскиваний каких-то, совершенно не следует. В качестве источника хлорелы можно взять либо дикую хлорелу, которая прилетит из воздуха и вызовет вот такое вот зеленое обрастание. Хотя, конечно, гарантировать, что это именно хлорела нельзя. Здесь могут вырасти и другие зеленые водоросли. Однако то, что они будут другими, другими видами, не означает, что в них нет пользы. Вы можете также взять готовую суспензию хлорелы, которая продается в магазинах. Но, к сожалению, ее жизнеспособность не гарантирована. Если в течение недели при взбалтывании у вас не образуется вот такая красивая биомасса хлорелы после начала культирования, в этом случае можно говорить о том, что, к сожалению, хлорелы там живой не было. То же самое касается и таблетки, таблетирования хлорелы. Потому что при таблетировании, к сожалению, применяется температурная обработка. И зачастую живой хлорелы там уже нет. Но есть продукты ее обмета, которые в том числе полезны. Но не годится для воспроизводства. Не отчаивайтесь, если хлорела из воздуха к вам не прилетела. Суспензия жизнеспособная вам недоступна. Ну, негде ее взять, эту хлорелу. Вы вполне можете использовать одну удивительную мудрость, которая называется тринтеполия. С тринтеполией вы можете встретиться даже сейчас, зимой, когда выйдете в лес или парк и увидите вот такой вот оранжевый налет, ржавый налет на поверхности деревни. Вы можете взять какой-то скребочек, буквально чайную ложечку, наскрести себе биомассы этих оранжевых водорослей и использовать их в качестве закваски. После того, как эта водоросль встретится с благоприятными условиями культивирования, вы ее по внешнему виду не отличите от хлорелы. Она вместо оранжевого приобретет точно такой же зеленый цвет. Свойства ее для растеневодства чуть ли еще не более ценные, чем хлорелы. Связанные это с тем, что тринтеполия способна выдерживать весьма и весьма экстремальные условия культивирования. А она может расти на поверхности деревьев, на коре, она может расти на поверхности камней, цемента, металлических конструкций, где только ее не найдешь, везде и повсеместно. Благодаря тому, что она синтезирует целый каскад защитных веществ, извлекая их оттуда после культивирования или накапливая культуральной жидкости, мы можем их использовать для укрепления рассады, для повышения ее холодоустойчивости, для повышения адаптивности наших растений, что очень важно в период выращивания рассады, закаливания рассады, переноса рассады в теплицу, например, или в открытый грунт, то есть во всех случаях, когда растения сталкиваются со стрессовыми условиями. Вот здесь как раз зеленые водоросли и особенно трентеполия помогают нам очень и очень хорошо. Как же нам размножить, как же нам поддерживать эту культуру? Это очень просто, поскольку и никакие источники энергии, кроме солнечного света, зеленым водорослям не нужны, ведь они обладают способностью к фотосинтезу, соответственно источники энергии какие-то органические, такие как, ну как для бактерий, для грибов, там сахара или клетчатка или крахмал или еще что-то, ей не нужно. Ей нужны только минеральные соли, те же самые минеральные соли, которые являются источником питания и для высших растений, которые растут у нас в саду и в огороде. Это азот, это фосфор, это калий, а также набор микроэлементов. Для того, чтобы облегчить себе задачу составления подобного рода растворов, лучше всего взять любое жидкое удобрение с микроэлементами, которое предназначено для подкормки комнатных растений. На каждой упаковке прописана инструкция, как его надо разводить. Точно такой же раствор нужно сделать и нам. Вот у меня написано, что на полтора литра необходим один полный колпачок. Соответственно, у меня здесь чуть более, чем пол-литра. Я наливаю примерно треть колпачка, вливаю сюда и больше ничего ей для роста и развития не нужно. Какую воду лучше брать? Конечно, самый худший вариант, это хлорированная вода из-под крана. Оптимальный вариант, это снеговая талая вода. Можно воду пропустить через фильтр. Какую бы вы ни взяли воду, перед тем, как ее использовать, ее надо прокипятить и остудить до комнатной температуры. Потому что хлорелам и тринтеполия выделяют в этот раствор, где они живут, множество различных полезных вещей. И до них может найтись немало охотников, бактерий, грибов и так далее. Это ничего страшного, что они здесь будут жить. Они будут здесь жить. Они будут дышать. Они будут выделять углекислый газ. А именно углекислый газ является источником углерода для зеленых растений. Ну, не только зеленых. Соответственно, для того, чтобы углекислый газ хорошо поступал в емкость, ее не надо заполнять до конца, до самого верха. И площадь поверхности газоотмена должна быть достаточно большая. После того, как вы заселяете сюда хлорел, Ну, я заселяю даже тринтеполию. Она мне как-то больше нравится в последнее время для садоводства, огородничества. Буквально вот, ну, чайная ложечка, даже меньше. На, ну, почти на пол-литра, чуть больше. Это же все такой плюс-минус. Тут никаких точных измерений не нужно. Вот вы ее сюда заселяете. И, начиная с середины января, с конца января тем более, ее можно просто поставить на подоконник. Если вы выращиваете ее в ноябре, декабре, то есть, когда ночи длинные, день хмурый и короткий, то, конечно, желательно ее подсвечивать хотя бы до 15-часового дня. Но уже вот в середине января на подоконнике, вот это вот все прекрасно будет у вас расти и развиваться. Когда вы получаете вот такой интенсивный зеленый цвет, это означает, что приготовление вашего препарата завершено, и вы можете его использовать в самых разных направлениях в садоводстве и огородничестве. Что ж, если у вас есть вопросы по культивированию зеленых водорослей, задавайте. Я всегда буду вам ответить на них наиболее полно. До новых встреч!